Игнатий Тихонович — Вам слышно, что я сказал? — Алё, вам не слышно? — Я не слышу. — Алё, ничего не слышно? — Ну, там смотрите у себя. — Я вас не слышу вообще, только рот открывается у вас и закрывается. А звука нету? — Нету. Это у вас что-то там неладно. — Посмотрите. — Сейчас настроим. — Ну, может, сразу не задам этого вопроса, а ламе камеры перехватываться не надо? — Нет, это из-за наших настроек. Сейчас настроим. — Вам не слышно? — Сейчас настройки сделаем. — Игнатий Тихонович, сейчас мы настройки звука сделаем. Это из-за нас. Динамики не работают. Сейчас, минутку, пожалуйста. — Непонятно. Что там не работает? Он не один там? — Ну, ещё, ещё нету. — Ну, ещё, ещё нету. — Добрый день. — Вам слышно меня? — Да, вот сейчас слышно. — Вот это у вас что-то там неладно было. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? — Я знаю. — Вы не против? — Не против. — Я слушаю вас, пожалуйста, говорите. — Ну, хотел с вами познакомиться, так как мой друг, Эдик его зовут, он вас почитает. Недавно он попросил у вас молитвы от 8 февраля этого года. И там я прочитал вот такие строки. — Господи, слава тебе, хвала тебе, наш милосердный Бог Иегова. — Да. — Павла, Отче, услышим молитву нашу. Почему Бог Иегова? Мне это непонятно. — Ну, сейчас, когда кончим говорить, я скину вам материал из Библии. Восемь раз вспоминается. А почему я должен из Библии слава выкидывать? — Ну, сейчас я вам скажу. Вы возьмите что-то записать. Сейчас я скажу сразу. — Ну, я Библию читал шесть раз. — Так, ага, сейчас, послушайте. — Я шесть раз читал Библию. — Хорошо, хорошо. Сейчас я отвечу. Вот смотрите. Так, Иегова. Будем считать. Я зачитываю. Книга Бытие 22.14. Запишите. — Ну, зачем мне записывать? — Ладно. И нарек Авраам место тому имя Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иегова усмотрится. — Ну, это не знаю. Я понимаю вас. Я сам Назарей. Я сам Назарей. Назарей с кем соглашение давал? С Богом Иегова, правда? — Правильно. Второе место. Исход 3.14. — Но... — Господь сказал Моисею. Я есмь сущий. И сказал, как скажи сынам Израям, сущий Иегова послал меня к вам. — Ну, это понятно. Я с вами согласен, что вы говорите. — Исход 13.3. Господь муж брони. Иегова имя ему. — Дорогой мой. Золотой мой. Послушайте. Вы с Светхого Завета начинаете. А мы живем уже две тысячи лет. Две тысячи девятнадцать лет. Правда? — Ну. — Ну. Теперь. Господь Иегова сказал, я приду под новым именем. Правильно? — Где это написано? — Вот там и написано. В Новом Завете. — А где в Новом Завете? Покажите, чтобы я узнал. — Мы не будем спорить. Я вам сейчас объясню. — Я не спорю. Я хочу знать. Пожалуйста, покажите где. Что он придет с новым именем. Где это написано? — Тогда в следующий раз я открою все, подготовлю потом вам. А пока я словами скажу. — Да-да. Я не спорю. Я спрашиваю. Потому что вы сказали, а мне надо знать. — Вот смотрите. Если вот к вам придет Святой Дух. Будет с вами разговаривать. Правильно? Утешитель придет. С вами будет разговаривать. Утешитель придет к вам домой. Вы будете с ним разговаривать. Вы спросите, кто ты? То есть как тебя зовут? Что он скажет? Егова? Как вы думаете? — Когда Дух Святой говорит, мы не спрашиваем. Нигде этого нет, что спрашивать. Он положен на сердце. Все понятно делается. — Ну как не спрашиваешь? С тобой голос заговорит. Голос с тобой будет говорить. Ты его не видишь. Ты спрашиваешь, ты кто? Ты же не знаешь, это ангел или архангел. — Я грешный. Со мной еще он будет говорить. Господь положил на сердце, я знаю, это от Бога. А чтобы так я спрашивал Духа Святого, я не знаю. Вот спрашивал, когда маленький был, Самуил. — Там вопрос другой стоял. А у Духа Святого что-то спрашивали? Такого нигде в Библии нету. — Ну, Господь живой. Он же с нами. — Да, живой. — Можем с нами разговаривать, нас чему-то учить. Правда? — Да, правда. — Ну вот. Значит, мы должны согласовываться с современным Богом, который сейчас с нами. Бог-то тоже меняется. Он тоже... — Не меняется. Не меняется. Это ошибка грубейшая. — Понятно. Я не в этом смысле меняется. В смысле он... Вот я был в Назарействе, мы знаем, нет? Во время Назарейства, когда был Бог Егова, нельзя было подходить к мертвому. Это считалось, что он уже себя осквернил. А вот сейчас Господь изменил это немножко. Сейчас можно подходить к мертвому человеку, но нельзя дотрагиваться. До одра нельзя дотрагиваться. До мертвого нельзя дотрагиваться. А подходить можно. Видите, что-то поменялось. Это Господь меняет свои положения. Но, понятно, он неизменим. Он, каким был, всегда был, всегда есть и всегда будет. Но он-то власть дал Иисусу Христу. Всю власть он дал Христу. Иисусу Христу. Своему Сыну. Правда? Вы говорите, потому что на любое мое слово вы какое-то слово находите. Он говорит, Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Понятно. Он тот же, ясно. И поэтому к мертвым прикасаться сегодня никакого греха нет. Ни к одру. Это все Господь отменил. Поэтому вошли мужи, говорит, из Стефана погребли мужи благоговейные. И не написано, что они осквернились. Вот у меня родители, да, они умерли. Они в церковь не ходили. Ну, в советское время было. Они в церковь не ходили. Один мой дядя, его Артюша зовут. А он вообще был некрещеный. И он, не знаю, верил Богу, не верил, я не знаю. Но я ходатайствовал за них. За всю эту семью мою. Ну, за дядю вот этого Артюша, за маму, папу, за бабушку, дедушку. Они не ходили в церковь. Ну, было такое время. Ну, я ходатайствовал за них. А как вы думаете, можно за них ходатайствовать? Смысл есть? Можно, если они живы и покаялись. А если они не ерыщие были, то написано... Они умерли. Они умерли до 95-го года. А я вот уже начал с 95-го, 96-97. Я на них ходатайствовал. Смысл был или нет? Как вы думаете? Я хочу ответить. Вы перебиваете на полсловия. Мне трудно говорить. Ну, ответь я. За гробом нет покаяния. Святой Иоанн Златоус. Если они верили во Христа, возможности не было ходить в церковь, они верующие. И вы можете ходатайствовать. Но если они умышленно не верили во Христа, ничто не поможет. Но мы-то этого не знаем. Они верили, не верили. О, так не пойдет дело. Почему не пойдет? Не пойдет. Нельзя так. А если они были хорошими людьми... Нет, так написано. Иеремия, Бог говорит, и не ходатайствуй, я не услышу тебя. Прямо написано. И в Новом Завете, Евангелие, это послание Иоанну написано, не о том говорю, чтобы молились. Видите, прямое предупреждение. Дальше, 48-10, Иеремия, говорится так. И не удерживай меч, Господень открови. Проклят кто это делает? Господь сурово запрещает это делать. Если мы ничего не знаем. Нужно делать оговорку. И вот такой-то человек у нас разбился мэр города Барнаула. А он много добра делал для нас. Я не знаю, верующий, не верующий. Я не молился, пока не обзвонил все организации. И они показали. Главный редактор газеты и говорит, он был верующий. Он крестил ребенка там, наказывает у кого и все. Я тогда вечером, ночью помолился и сказал, Господи, что можно сделать для этого Владимира. Но если моя молитва не угодно, прости меня, Господи. Вот так я походатайствовал. Но есть такие усопшие, которых вы вызвали из ада? Никто этого не знает. Да сама церковь не знает. Зачем мы будем гадать по-католически? Заплати деньги заранее и уже видели, что вылез из огня и пьет из кружки воду. Не надо баснями кормить. Как Исаак Ньютон говорил, гипотез не сочиняю. А Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А насчет войны, как вы? Вот мы, я живу на горном Карабахе. У нас вот на границе все время стреляют, нападают. Как быть? Я вам отвечаю, если вот вы не отойдите, как только кончится, я вам сброшу материал сразу. Большой материал в моей книге к истинному православию. Там все говорится. И как молодежь, чтоб присягу не принимала, куда что писать, все написано. Все места Библии написаны, что святые отцы говорили, что говорят каноны церкви, что жития святых. Более полного материала в интернете не существует. Я вам его скину сразу. Но я в интернете... У нас есть эти... Когда мы поговорим, вы только не уходите. Не, я куда ухожу? Я сразу, прям сразу вам скину о войне. Нет, ну я конкретно спрашиваю. Вот у нас... Никак, никак. Верующий может только молиться. Жизнь отнимать ни у кого не может. Враг голоден, накорми. Жаждет напой его. Молитесь за врагов ваших. Любите врагов ваших. Вот что нам Христос заповедует. Конечно, я молюсь. Азербайджанцы-то мои друзья, мои товарищи. Я за них молюсь. Но если они нападают на меня, мне не стрелять в них? Да. А почему Христос не оборонил Матерь Божия и апостолов? Вложи меч твой в ножны. Меч вложен. Кто убивает, самому на джита убитых. У нас другого выхода нету. Мы рассуждаем так, не думая. А вот Гитлер напал. Если были верующие, он бы не зачался в эту ночь. Даже не родился. Это меч Божий пришел. Вы посмотрите, как у армян крестят. Ладошки в воду поместил, обтер руки. Это что, Бог заповедовал так крестить? Да. А как? Ладошками. Погружение должно быть полное, троекратное. Чтобы до одной волосинки под воду ушли. Что значит, мое крещение неправильное? Конечно, неправильное. Какое это крещение-то? Крещение назначает погружение. Вы, если имеете друзей, спросите на всех языках. Вот по-армянски, что означает крещение. Там прямо написано «погружение». По-английски «тауфен». По-английски «тауфен». По-английски «баптизен». Погружение. И об этом говорит Кирилл Иерусалимский. Скрываясь в воде, скрываясь в воде, мы умираем. Выныривая из воды. Какого ты выныриваешь, когда стоишь на кафельном полу? Выныривая, мы воскресаем для новой жизни. Это смысл такой. Дальше крестил, говорит Ян, в Яноне, где было много воды. Евнух и Филипп оба сошли в воду. Деяния апостолов, 8 глава. Зачем бы они сходили? Почему армяне не сходят в воду? Обманщики. Как и православные сегодня. Вот еще, дорогой мой, вот еще такой вопрос. Вот у русских причащение. Причащение дают, да? Этот хлеб, он с дрожью, да? На дрожжах его это делают. Хлеб. Да. А потом дают причащение. Да. Армяне дают без дрожжей. А какой из них правильный? Правильный, когда без дрожжей. Потому что были дни опресных, не надо выдумывать. Православные здесь, я не утверждаю это, чтобы делали так, но я должен сказать мое мнение. Были дни опресных написано. Если у евреев было на хвастном хлебе, его бы убили. Там написано, поразить его надо. Так что здесь мы не правы, нам защищать нечего. Но мы таинство признаем, таинство совершается. Значит, получается, весь русский народ причащается и все просто так. Не просто так, с верой причащается. Вы спросили сейчас не о том, как причащаются, а о какой правильный. Да, вы сказали о том, когда берут хлеб дрожжевой или как, я сказал, пресный. О людях я ничего не говорил. Ну, я считаю, что все делают правильное причащение. И русские, и католики, и армяне. Потому что у каждого свой сенот, он... Не у каждого надо смотреть. Христос, когда совершил первое причащение, что там было у него? Было написано дни опресных. Зачем менять? Это Евангелие написано. Христос совершил первую литургию на опресных. Все. А теперь решили вот так. Ну, это их дело. Я не оспариваю ничего. Но говорю, Христос совершил на опресных. Это на сто процентов доказано. Да. Ну, ладно. Что будем? Спорить нельзя. Мы должны друг друга любить. Да, конечно. А мы не спорим. Вы спросили, я отвечаю. Так. Да. Ну, вы где живете? Где это? В Барнауле. В Барнауле. В Барнауле. В Балтайский край. В Балтайский край. В Балтайский край. В Балтайский край. А. Это жительство Сибири называется. В общем, Сибирь, да, это у вас? В Балтайский край в Сибири. Да, в Сибири. Мы строим православную деревню. Православную деревню. С нуля. А. А я хочу вот у нас на Горном Карабахе такое что-то. Вот монастырь. Ну, как бы монастырь такой построить. Мы были в Ереване. Мне Господь позволил написать, издать 38 книг. И во все города проехали до Лиссабона, до Испании. И были в Ереване. И подарили книгу. Потом в озере все ванны скупались. Мои книги находятся в Ереване, в национальной библиотеке. А. А. Название есть, да? Я отсюда выпишу здесь. Да. Это на нашем сайте. Там все мои книги помещены. Да, я читаю. Хорошо. Я прочту. Я вам сейчас скину данные о войне. Не отходите куда. Прямо сразу скину о войне. И вы все прочитаете. Хорошо. Я о книгах покажу, где они. Напишу книги здесь. На нашем сайте. Хорошо. Я прочту ваши эти. Ну, с помощью Эдика, моего друга. У меня нет компьютера. Я прихожу к нему и он включает. Вот я и так общаюсь. Но я не умею пользоваться компьютером. Большое вам спасибо. Рад был познакомиться с вами. А мы говорим спасибо не говорим. Это безбожное слово. А мы говорим спаси Христос. Ну, спаси Бог. Спасибо это означает спаси Бог. Это перед баями попадали. В татаро-монгольское иго дало. Коммунисты утвердили. Спаси Христос нужно говорить. Чтобы имя Христа славилось. Спаси Христос. Совсем по-другому звучит. Все. Выключайте. До свидания.